А на ковер приглашаются участник пятой финальной схватки весовой категории 86-88 килограммов. Набравший в рейтинге синих поясов 24 балла, занявший третье место в рейтинге. Представляющий клуб Мурадов Тим, Магомед Сулумов. Очень интригующая схватка, уважаемые друзья. Это финал весовой категории до 88 килограммов. И вот на ваших телеэкранах Магомед Сулумов. Знаменитый представитель ММА, выступающий в смешных единоборствах. И решивший попробовать свои силы как раз таки здесь, в бразильском джиу-джитсу, в организации ВАИБАЖ. Это всегда очень интересно. 6 побед и 2 поражения. Такой бойцовский рекорд этого файтера. Но сегодня он в финале. Победив в двух встречах, вышел в главный бой. И вот приглашается его соперник, набравший в рейтинге синих поясов 39 баллов, занявший первое место в рейтинге. Представляющий клуб Мурад Тим. Приветствуйте, Муслим Абдулаев! Ну его оппонент Муслим Абдулаев. Синий пояс, естественно, так же как и его соперник, так же как и все участники данного турнира. Муслим Абдулаев так же 2 победы одержал на пути к финалу. Особенно запомнился его успех в полуфинальном противостоянии против Рамазана Шихшабекова. Это был очень уверенный треугольник. До этого Муслим, кстати, проигрывал Рамазану. И было очень любопытно понаблюдать за тем, как он берет реванш. Так же с Абмишном проигрывал. Обменялись любезностями. А это значит, что у них история не закончилась? Безусловно, еще мы увидим обязательные встречи. Два одноклубника. Представитель ММА против представителя бразильского джиу-джитсу. По правилам последнего из вышеназванных видов. Но, тем не менее, оба они синие пояса по бразильскому джиу-джитсу. Да, 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 действительно. Очень талантливые спортсмены. Каждый в своем роде. Вот та самая активность, о которой вы говорили, Алексей. Находясь сверху. Постоянный прессинг. Неустанная работа, неустанные атаки. Это как раз таки про Магомеда Сулумова. Очень хорошие функциональные возможности у этого парня. Которую он перенес из ММА сюда. Бразильское джиу-джитсу. И как раз, наверное, это ключ к победе сегодня для него. Не застаиваться здесь, в гарде. Потому что мы знаем, что Муслим Абдуллай обладает очень серьезными навыками. Как раз таки проведение треугольника. Это и на тренировке он не раз доказывал. Ну и свип. Кимура свип. Также в его исполнении часто мы видим. Это, наверное, наиболее такие два направления, в которых силен Муслим. Да, он очень хорошо работает из открытого гарда. Во всяком случае, это то, что я видел на некоторых мероприятиях. Включая сегодняшнюю первую часть. Так сказать, отборочную часть ивента. И я имел счастье наблюдать за его схваткой на предыдущем промежуточном турнире в IBGJ, который проходил здесь же, в Грозном. И вот, пожалуйста, попытка треугольника. Та самая попытка треугольника, от которой мы предостерегали Магомеда Сулумова. Видать, он нас не расслышал. Да. Очень непростая ситуация. Остается держаться в этой позиции. Пытается выйти на руку. И дозакрыть треугольник. В любом случае, позиция хорошая. Ее нужно только реализовать. Очень мощные ноги у обоих спортсменов. И посмотрите, Муслим очень близок к проведению треугольника. К завершению. Да, все. И это второй треугольник у Муслима за сегодняшний день. Вторая уверенная победа. Вернее, третья победа. Третья уверенная победа. Прекрасный матч. И первое досрочное завершение вечерней части нашего турнира. Претендующее как раз таки на сабмишн вечера. Если дальше, мы не увидим ничего экстраординарного. В этой схватке первым треугольник победу одержал Муслим Абдулаев. Я повторюсь, что очень сложно ожидать сабмишн в каждой схватке в тот момент, в то время, когда на датам встречаются приблизительно равные спортсмены. И Муслим получает памятный приз от лиги и денежный бонус от спонсора турнира. Это первый денежный бонус сегодняшнего вечера. То есть помимо основного приза, Муслим Абдулаев также завоевывает и приз благодаря досрочной победе. Продолжение следует...